Добрый день, дорогие друзья. Очередной раз спасибо этому дома. Сегодня в гостях у меня удивительная девушка. На самом деле моя давняя знакомая, кстати, не только моя, еще и небезызвестного вам Егора Яковлева. Мария, зовут ее, Евневич. Почему она оказалась здесь? Ну, по ряду причин. Во-первых, Мария, как и я, довольно долго работала журналистом и довольно успешным. Была заместителем главного редактора газеты «Деловой Петербург», а потом даже вела свою программу на Пятом канале. Рубрику. Ну, рубрику, да. Свою рубрику на Пятом канале. То есть, как бы она в курсе немножечко, что такое информация. Второй момент заключается в том, что Мария является доцентом... Сапсибургского государственного университета. Да. То есть, она еще и преподает. Вот сейчас вот мы закончим, она поедет общаться со студентами. Да. Ну, и третий немаловажный момент. Мария является совладелицей такой компании, как Максидом. Это не самая, скажем так, последняя сеть DIY, да, можно я так назвать? Да, совершенно верно. DIY в нашей стране. Тем более, я там, смотря новости в твоей ленте, смотрю, что вы там расширяете сейчас активно. Ну, в принципе, да. Строимся, да. Выходите в регионы. В общем, Мария входит в совет директоров. То есть, она, ну, как бы сказать, немножечко понимает, что такое экономика, что такое бизнес и так далее. Поэтому сегодня мы поговорим вообще про две основных вещи. Это система образования в нашей стране и, вытекающая отсюда, это вот все, что вот вы любите, друзья мои. Это отнять, поделить средства производства. Вот это вот все. Потому что вот конкретно человек, он, ну, в курсе, как это могло бы быть и что бы с этим стало бы, если бы это произошло. Для начала, я постоянно, периодически вот, когда сталкиваюсь с постами о твоих студентах, я не знаю, может быть, это, конечно, наше такое поколенческое, да, но, тем не менее, я вижу действительно какие-то объективные причины. Я просто тоже езжу по стороне, там, мне тут рассказали потрясающую историю, что одна девушка пришла на телевидение, и она была уверена, что лакей – это синоним слова «корнет». Да. Ну, вот, например. Интересно. Да. И вот таких историй у меня просто масса, на самом деле. Скажи, пожалуйста, какие тенденции, во-первых, как долго ты преподаешь в СПБГУ? С 2007 года, это, получается, скоро будет 12 лет. Ну, это уже неплохой такой опыт, на самом деле. Ну, так да, прилично. Какие тенденции ты наблюдаешь сейчас, ну, конкретно в твоей сфере, у тебя ЭКФАК? У меня экономический факультет, да, совершенно верно. Товарищи студенты учат экономику. Ну, тенденции очень много разных. Вот, часть из них связаны просто с контингентом из-за ввода ЕГЭ. Часть связана с представлениями студентов о прекрасном, куда они хотят идти дальше, что хотят делать и так далее. Сейчас же как раз вот эти вот шутки-то идут, что, наконец-то, профессии полицейских и чекистов стали более популярны после нахождения с 9 или там 8 или 12 миллиардов рублей, соответственно. В этом направлении тоже тенденции все время меняются, кем хотят дети стать дальше. Вот, поэтому с чего начать? Ну, давайте с контингента начнем. Да, да, конечно, с контингента. Значит, вот я сама заканчивала экономический факультет тоже, естественно, довольно давно. Ну, и мы когда учились, у нас было, во-первых, 50% мальчиков, 50% девочек. Во-вторых, больше половины, там, процентов 70-80 было ребят из Петербурга, вот, которые теми или иными способами разными туда все-таки поступили, ну, большей частью, естественно, толковыми. Вот, и процентов 20 было ребят из других регионов. Сейчас, когда у нас поступление по ЕГЭ, у нас произошла, на самом деле, одна довольно положительная тенденция, которая демонстрирует собой такой для детей из различных регионов, отдаленных от Москвы, Петербурга и так далее, дает им большую хорошую возможность поступить в Петербург, в Москву, в хорошие вузы. У нас сейчас 70% иногородних ребят. Они поступили исключительно по причине того, что у них были высокие баллы по ЕГЭ. И это как бы здорово. Вот, но из этого вытекает там ряд нюансов. Вторая часть, соответственно, заключается в том, что мы все знаем, что девчонки начинают как-то, во-первых, раньше развиваться, во-вторых, девчонки более прилежные. Короче, у нас 70% тёток. У меня был прекрасный выпуск про то, чем бабы круче мужиков. Я выяснил про такое движение, которое есть на стороне МНД, мужское движение. Да-да-да, это надо как бы бобить вообще, чтобы они сидели ровно. У них есть такое прекрасное слово «бабараб». Так вот, ты понимаешь, какой ужас? Вот сначала, значит, они по ЕГЭ мужиков обошли. К нам на факультет и на всякие престижные факультеты престижных вузов поступили, потому что девчонки лучше сдают ЕГЭ, объективно, потому что они прилежные, аккуратные парни выстреливают позже. А потом, значит, мы на них бюджетные деньги потратили, мы их научили, а потом ваше МД будет сидеть их бить, чтобы они сидели дома. Экономически нецелесообразно, Паша. Отличное наблюдение. Ну да, на них бюджетные бабки тратились, на то, чтобы они вуз закончили. Потому что они должны к светлому будущему нашу страну потом вести, экономику налаживать, а вы их, значит, домой, дети, борщи. Я против, не суть. Вот, конечно, парней немножко не хватает сейчас на факультетах. Ну и всякие другие забавные спецэффекты. Я помню в Старый Добрый Веронатом лет 5 и более назад у нас факультет, он находится расположен вокруг Таврического сада. У нас вот здесь здание, там и здесь здание, и вот тут здание, если считать это Таврическим садом. И вот иногда бывает, что сначала лекция в одном здании, потом в другом. Парковаться там негде. Ну, сейчас, кстати, лучше стало, потому что раньше... Ну, даже платная парковка теперь. Да нет, там как раз у нас, по-моему, еще не в зоне платной парковки, но даже не в этом дело. Раньше, как это было, дорогие студенты, паркую свои Каены, не поцарапай тихо велосипеды преподавателей. Вот, сейчас этого тоже нет, как раз потому, что 70% людей приезжает из регионов, да. И раньше можно было выйти из аудитории и сказать, ну, дорогие товарищи студенты, кто любимого преподавателя подбросит с Таврической до Радищева или, там, до Чайковского и так далее. И там у тебя на выбор весь немецкий автопарк. А сейчас все на метро. Это я шучу. То есть, я рада, действительно, тому, что народу появилось больше вариантов, там, к саморазвитию и так далее. Но раньше было удобнее. Раньше меня чаще подвозили. Вот. Это что касается народа. Ну, естественно, и за счет того, что они приехали все откуда-то, они очень высокомотивированные, они рано начинают искать себе работу, практику, стажировки, рассматривать варианты учебы за границей. И они такие очень мотивированные, стараются и так далее. Понятно, что не 100%, я вот как бы сравниваю, там, было-стало. То есть, раньше такие 10 и более лет назад народ такой был более гламурный. Ну, и потому что, ну, в принципе, СПБГУ это был, ну, просто СПБГУ это типа такой бренд, да? Юрфак, экономический. Это внутри него еще бренд-бренд, да, совершенно верно. Поэтому там, в принципе, я поступил на ЭКФАК, и, в принципе, жизнь удалась. Это могу даже... Ну, да, да, как это... Как тогда шутили, на ЭКФАК поступить очень трудно, но вылететь с него еще сложнее. Вот сейчас это не так. Сейчас вылететь стало проще. Если по твоим личным ощущениям... А, еще, тоже еще один важный нюанс, да. Очень важно то, что ребят, когда они приезжают, у них совершенно другой культурный код. То есть, мне сейчас на лекциях даже особенно не пошутить, потому что у них совершенно другие там представления о прекрасном. Это даже не поколенческая история, а именно региональная. То есть, кроме того, что они не представляют себе никаких незнаковых личностей, событий, мест и так далее Петербурга, ну, что не страшно, постепенно это выучивается. У них, в принципе, как-то по-другому вот это вот все сформировано. И очень здорово, что они за 4 года обучения в бакалавриате, если остается магистратура за 6 лет, они прямо года через 3 начинают становиться петербургцами, потому что они вынуждены всюду вот это вот ходить, среди дворцов, набережных, парков, садов и так далее. Вот, и поэтому мне категорически не нравится идея перевести Петербург в какой-нибудь условный город спутник, Петербург, там, Петербургский университет, в какой-нибудь условный город спутник Южный. То есть, эта идея заключается в том, что, типа, сделать единый кампус, чтобы все жили там друг с другом рядом и так далее, потому что сейчас факультеты разбросаны по городу. Вот, мы, конечно, потеряем возможность... Короче, в общем, если они будут жить далеко за пределами города, они не будут поезжать в город. Они там разве что в театр раз в месяц ходят, да и то это первый год, да и то сначала раз в месяц, потом раз в три, потом, как и все, раз в жизнь. Ну, я вот буквально сегодня на РБК читал, что уже чуть не принято решение. Нет, это уже 10 раз писали, что оно принято, оно все давно обсуждается, просто там настолько колоссальные деньги, что, я надеюсь, быстро его не примут. Понятно. Уже лично твои ощущения, вот в среднем по больнице общий уровень тех, кто сейчас поступает в университет, он ниже, такой же, выше, чем тот, что, я не знаю, там, 20 лет назад, когда ты училась. Он действительно другой. Не в том смысле, что он выше или ниже. У них какие-то вот у нас сейчас компетентностно ориентированный подход к обучению. Мы должны какие-то формировать у людей не знания давать, а компетенции формировать новое, новая фишка, новая тема. Ну, чтобы они выходили типа такие, мы все компетентные такие. Ну, это же невозможно. Вот я не знаю, там, я читаю на четвертом курсе основы налогообложения, там, какого-нибудь, там, налогового планирования, еще чего-нибудь. Ну, допустим, что-то я им там расскажу. А налоговый кодекс за то время, пока они дойдут до того места, где они хоть что-то смогут налогово планировать, четыре раза перепишут, и что? Вот. И в этом действительно есть смысл, что простая передача знаний, она не идеальна, потому что они потом могут оказаться устаревшими, уже формировать компетенции. Но пока никто точно не понимает, как это должно происходить. Это же какие-то, нужно обрабатывать какие-то алгоритмы. Ну, soft skill, скорее, да. Предлагать им какие-то вещи, чтобы они эти алгоритмы на себя проводили. На самом деле, это не новость. Вот. Хотя раньше утверждалось, что мы даем знания, все равно все всегда говорили, что университет – это то место, где тебя учат учиться, где тебя учат находить информацию, с ней работать, анализировать логически, что там это делать и так далее. Сейчас уклон больше идет в сторону не какого-то внутренней скрупулезной работы с информацией, а больше идет такой уход в сторону презентации. Поэтому очень бывает забавно. То есть человек выходит, презентация, все красиво, нарядно, чуть-чуть ковырнул, а там хлоп-хлоп, мы не знаем терминологии, еще чего-то. Плохо это, что он не знает терминологии или нет? Ну, в моем представлении, наверное, те, кто умеют и то, и то, они, конечно, победят. Но в общей массе сейчас мы движемся, у нас же постправда, фейк-ньюс, неважно, какая была информация, на самом деле важно, что об этом подумали, неважно, что ты сказал, важно, как тебя поняли и так далее. И, естественно, общая масса вообще, в принципе, людей будет двигаться, как говорит Черниговская, к поверхностному серфингу по информации, мало кто будет нырять вглубь. Но мир завоюет те, кто будет нырять вглубь. Они потому что будут понимать, как все устроено на самом деле. В этом плане как раз лимитата, она более выигрышная, действительно положение, потому что они более, действительно целеустремленные. Тут в свое время был кейс с Москвой, почему там коренные москвящие все такие. Лимита, Паша, я доцент, я из академической среды. Простите, у нас тут и слово жопа говорят иногда. Да, да, хочу тебя расстроить. Я как доцент не могу, потом за кадром подкасты загрузишь, как я это слово говорю. Хорошо. Вопрос к тебе. Ты, ну, уж что там, человек небедный, да? Зачем тебе вот это нужно? Ну, то есть, мы же понимаем, что это не ради денег. Ну, в принципе, да. Бензин с зарплатой не отбивается. Даже если абстрагироваться. Ты вот целенаправленная, уже вот, считай, почти 12 лет, да? Я занимаюсь этим, то есть, ты тратишь свое личное время, и в этом я... Ну, я могу сказать, что в этом не только альтруизм, хотя он там тоже, правда, есть, потому что мне хочется каким-то образом формировать, как мне кажется, в разумном и правильном направлении, значит, мысли молодежи. Вот, я стараюсь большей части их учить именно анализировать, быть критичными, не верить сразу там всему, что где-то там на заборе написано. Вот это одна из ключевых фраз, на самом деле, которую я тоже постоянно проповедую, потому что интернет – это такая среда, где вот, типа, написано, и вот тебе, знаешь, там ссылки скидывают. Ну, подожди, так всегда было. Раньше только это был телевизор. Если по телевизору сказали, значит, это правда. Народ с тех пор, ну, тогда, понимаешь, тогда было сложнее, где ты будешь искать нормальную информацию, ее верифицировать, разбираться с источниками и так далее. Тогда это было просто негде взять. Вот был телевизор там, как сказать, захватил телевидение и радио, все, до свидания. Мир захвачен тоже. Сейчас-то есть возможность. На самом деле, это очень важная компетенция. Я считаю, еще в школе, вот компетенция, да, компетенция, еще в школе нужно формировать, учить людей работать с информацией. Они действительно верят всему, что написано на заборе. То есть, я стараюсь, кроме того, что я даю какие-то действительно конкретные знания там в области маркетинга, бизнес-планирования налогов, экономики предприятий, еще что-то, я пытаюсь их заставить критически подходить к каким-то информационным объемам, что-то верифицировать, смотреть с разных сторон, ставить себя на место другого человека, думать, почему это происходит так. Если что-то происходит не так, как тебе нравится, может быть, я думаю, есть какая-то причина. Зачем сразу бежать, орать, там, тряпками махать и так далее. Надо подумать. Мне кажется, твое журналистское прошлое в этом тебе очень помогает. Помогает, да. Безусловно, меня с информацией учили работать в разных местах, разные люди с разными алгоритмами, подходами и так далее. Я считаю, что это крайне важно. И все вот эти вот вещи, которые мы придумываем, классные, типа там запрет фейк-ньюс, запрет еще чего-то и так далее. Но это бессмысленно запрещать. Можно только образовывать людей, чтобы они на это не велись. А человеку очень хочется на это вестись. Ему уже хочется вот этой крови, грязи, секса, интересных историй, коррупции, скандалов, интриг, расследований. И поэтому, ну как, people have it. Но я это в свое время назвал. Если бы как-то он поменьше have it, было бы, конечно, получше. Не, ну это всегда будет have it. Он have it, have it, и будет have it. Хлеб из вилища. Как бы, да. Значит, если у нас элитный вуз, назовем его так, значит, мы должны формировать элиту, которая будет хотя бы на минуточку останавливаться, считать до десяти, пытаться понять, не пытаются ли ее развести. Но это была только первая часть моей мотивации. На самом деле, как известно, есть несколько стадий освоения любого научного знания. Первое – это ты понял, а второе – ты что там, повторил, а третье – смог объяснить другим. Да, да, да. Как хочешь научиться, научи другого. Совершенно верно. И это, на самом деле, очень круто. То есть, когда я беру в университете какие-то новые курсы, там, не знаю, я там интернет-маркетинг брала, там сейчас вот мы цифровую экономику делаем, разные курсы по ней. Вот. Я вынужден, я человек очень ленивый, но с глубоким чувством, значит, долгой ответственности. И если на меня повесили что-то сделать, то я, конечно, в какой-то момент соберусь и это сделаю. Сама просто так я ничего не сделаю. Я сама просто так лучше лягу и грубой столов. Посмотрю, чайку попью, спать. Вот. А когда у меня есть какая-то задача, за которую я отвечаю перед другими людьми, перед которыми мне будет неудобно, стыдно, больно и так далее, я, соответственно, её делаю. Я за счёт того, что я преподаю в университете, я прочитала там тонну всякой разной современной литературы, поговорила с там столпами экспертов, выяснила для себя кучу всяких новых интересных вещей, которые мне в основной работе помогают. Ну и, в принципе, чтобы мозг не заставился. Ведь ты же, как это, чтобы маразм попозже наступил. К предыдущей тезису я в своё время вёл такой мем информационный гамбургер, он очень хорошо зашёл. То есть, это то, что питает сейчас масса людей, им нужен информационный гамбургер, они не готовы как бы потреблять ничего другого. Слушай, такой несколько отвлекающийся вопрос. Вот я в какой-то момент устал от ответственности, если честно. Ты не устаёшь от неё? Именно за ответственности за других. Слушай, а куда ты от неё денешь её? Прошу прощения. Ну, как бы без вариантов. Можно избрать путь Бик-Любовский, понимаешь? Ну, и выглядеть как он, и жить как он. Ну, не хочется. Это иногда, конечно, хочется с утра открыть один глаз, посмотреть на своё там расписание вот такое вот разноцветное. А что, если бы, например, сегодня с утра у меня была температура? Я бы никуда не пошла. Что бы страшного произошло от этого? Так, ну вот это я могу туда перебросить, это я могу отменить и так далее. То есть, теоретически можно себе такое позволить, там, но нечасто, потому что иначе потом будет некуда переставлять и не на кого перекладывать. А процесс должен двигаться вперёд. Тогда смотри, переходим ко второй части марлезонского балета. Ты работаешь в одной из... А, так я забыла сказать-то. Третья – это часть мотивации. Это же вопрос. Конечно. Люблю молодёжь, с ними весело. Ну, естественно. Какие-то выезды со студенческим научным обществом, шашлыки, там ещё что-то. Движ. Во-первых, движ. Во-вторых, это позволяет тебе не оставаться и не становиться таким полезным или бесполезным ископаемым. Я помню, что я не сказал. Да-да-да. То есть, чтобы не бухтеть, чтобы быть в курсе минимально каких-то современных тенденций, чтобы понимать, как меняется поколенческое мировоззрение, потому что там очень сильно меняется, культурная среда меняется и так далее, чтобы просто оставаться в теме, да и вообще это прикольно. Вот. Теперь можно приходить. Круто. Очень. Да, одна из крупнейших сетей у нас в стране. Значит, опять-таки, давай… Из сетей DIY. Мы по сравнению с продуктовиками, мы меньше их там сто раз, мы такие маленькие. Естественно, я не беру там всякие ленты и прочее в этом конкретном сегменте. Но мы не будем скрывать эту страшную тайну, это семейный бизнес. Да, безусловно. Это семейный бизнес, которым, соответственно, у вас папа, который тебя там с братом как бы привечал. Я думаю, что и к факту это тоже была некая часть, наверное, семейной стратегии. Ну, наверное, да. Я биологом хотел стать. Ну, не то, что прям хотел, я не сопротивлялась, мне куда сказали, я туда и пошла, но я там республиканские олимпиады по биологии, по генетике красиво нарядно. До сих пор могу пару генетических задач набросать по памяти. Вот так страна потеряла прекрасного… Будущее, да, генетика. Опять-таки, во-первых, расскажи вот уже про твой личный генезис. Вот как ты… Ну, ты же сначала воспринимала бизнес всё-таки больше со страной, да? То есть, там, конечно, что-то рассказывали, да, в семье ты что-то понимала. Да нет, во-первых, ничего они особенно не рассказывали. Во-вторых, все мы ещё там в процессе учёбы и чуть позже сходили, там попробовали себя где-то. Была попытка такая, чтобы, да, чтобы дать нам ощутить, что происходит. Значит, я там работала мониторщиком цен, то есть, ты с бумажкой бегаешь по другим. Тогда их магазинов даже не было, по всяким рынкам специализированным, сетей не было, по специализированным магазинам. Вот здесь свет продаётся, здесь унитазы и так далее. Переписываешь цены, сводишь это в Excel в табличку, и на основании этого мы там формируем ценную политику, чтобы наши цены были лучше, там и так далее. Вот у меня была такая беготня, потом я сама это всё анализировала, у меня уже другие люди бегали. Брат мой вообще попробовал даже грузчиком поработать. Значит, товар доставлял нашим покупателям на машинках. Но у нас в России нет вот этой вот культуры, правильной и связанной с семейным бизнесом. Она очень только постепенно формируется из-за того, что всё было в какой-то момент, скажем так, попорчено. Вот есть люди, которые считают, что было не попорчено. Ну, неважно, ты смотришь, все же люди с разной стороны смотрят. Так вот, я могу сказать, что развитие семейного бизнеса и передача каких-то компетенций, управленческих мест и так далее по наследству, она осложнена, если ты хочешь сделать это качественно. То есть, ты можешь, конечно, просто человека засунуть, сказать, вот это, значит, ваш новый святой, как бы молитесь все на него и давайте дадим ему орден дружбы в 23 года, или что там у нас дают в это время разным людям. Можно, соответственно, пытаться сделать это так, чтобы человек внутри компании рос. Вот у нас, короче, оказалось это невозможно. Я когда приходила, там, не знаю, с кем-нибудь своим очередным отчётом к ответственным сотрудникам и пыталась им донести, значит, результаты своих аналитических изысканий, они говорили, спасибо, Маша. Газировка там. Ну, вот как бы. Я даже не знаю, хорошо я делаю эти отчёты или плохо. В общем, короче говоря, я пошла, как бы, некой там своей дорогой вынуждена была там все свои основные там какие-то управленческие навыки и там понимание реальности далее формировать в других местах, потому что у нас получается, что в отличие от там всяких европейских стран ты не можешь, будучи там ребёнком хозяина, работать в организации где-то на среднем уровне управления, чтобы тебя нормально воспринимали, и тебя всё равно будут воспринимать неадекватно. Половина как дебила, а половина на всякий случай на тебя молиться. И в целом, на самом деле, они всё будут делать это все одновременно. Считать тебя дебилом, на него молиться. Поэтому ты не получишь ни обратной связи, ни толковых KPI-ов, и, в принципе, твоё развитие, скорее всего, не сможет состояться нормальным способом. Поэтому, собственно, в моём представлении, в тот момент, может быть, в других компаниях есть какая-то другая культура, хотя вряд ли люди более-менее все одинаковые, особенно когда контора большая. Может быть, что-то чуть там по тенденциям изменилось, и как-то это может уже более культурно и цивилизованно формироваться. Но у нас, будучи ребёнком начальника, ты можешь приходить только на позицию начальника. А это значит, что дорасти до начальника, а тенант в другом месте. Самостоятельно. Да. Ну, вот я и пошла в другие места расти. Не самые худшие ты выбрала места, надо сказать. Ну, вот как-то у меня сложилась большая частью журналистика. У меня там и свой бизнес был. Он до сих пор жив, кстати. А это не тебя я встретил фразы про верну же какашки? Нет? Да трудняюсь ответить, ничего нельзя исключать. Меня разными фразами встречали в разных местах. Я могла уже не помнить. Ладно, неважно. Да. Ну и, соответственно, я по какой-то, скорее, по стечению обстоятельств занялась журналистикой. У меня там был... Не знаю по каким причинам, но так сложилось. Там были кадровые перемещения, у меня состоялся служебный рост. Вот я очень старалась. Занималась там всякими мотивационными процедурами, с сотрудниками работала, чем-то там пыталась управлять. Ну, со стороны виднее. Вот. Мне казалось, что получалось не самым худшим образом. Вот. Но сейчас оценить эффект трудно, потому что после того, как я покинула свой пост через год, долбанул 2008 год, и, опять же, и во-вторых, когда там я и мой тогда же неначальник Андрей Ершов покидали редакцию, ушло очень много народу, там несколько десятков человек, ну, не несколько, но десятка, два-три, наверное. Поэтому сейчас трудно сказать, как бы, хорошо у нас получалось или нет. Мы к вопросу журналистики еще вернемся. Ну, навыки, естественно, работы там с большим коллективом у меня появились. Вначале было очень трудно, меня никто не слушался. Мне 25 лет, у меня 40-летние дядьки, редактора, отделов. Я должна заставить их что-то делать или как-то уговорить. Причем местами как-то скорректировать, чтобы они делали то, что я считаю нужным. Они, естественно, делали только то, что они считали нужным. В общем, было интересно и увлекательно. Но сейчас у меня с ними совсем прекрасные взаимоотношения, так что я думаю, что мы за то время, конечно, сработались. Хорошо. Тогда момент, когда ты уже все-таки вернулась в бизнес. На какую позицию ты пришла? Член совета директоров. А там очень просто с KPI, потому что когда ты наверху находишься, то тебе не важно, у какого-нибудь линейного сотрудника, допустим, условно, грузчика, у него KPI, сколько он мешков покидал. У продавца KPI, сколько он продал конкретно своего вида товара в своем отделе, в своем углу, в своем магазине и так далее. У кого-то там, не знаю, аналитика товарного направления кипяет от того, насколько хорошо себя чувствует товарное направление. А у тебя все просто. Выручка, прибыль, доля рынка. А дальше вот этим всем внизу нужно как-то двигать. Ну, такой, знаешь, очень умный вопрос. Ну, то есть, понимаешь, в чем сложность массы людей? Они для себя процессы внутри бизнеса представляют очень своеобразно, скажем так, потому что они никогда либо не занимались бизнесом, либо если занимались, то они, допустим, у них не было такого опыта именно в крупном бизнесе. То есть, давай, чтобы как-то структурировать этот рассказ, разложим проблемы, с которыми тебе приходится сталкиваться сначала внутри бизнеса. Ну, можно для начала просто поделить на две истории. Первая – это когда ты создаешь бизнес. Я там маленький свой бизнес создавал, и это совершенно другая история. То есть, тебе нужно придумывать, куда с ним бежать, где найти эти деньги продажи и так далее. Это такой более творческий процесс. Ты все время ищешь каких-то людей, которые могут тебе подойти и так далее. С тем другая история, когда ты попадаешь на корабль, который уже плывет. И плывет уже так, что как бы лучше не разворачивать, можно только чуть-чуть подруливать. Вот. И если говорить о Максидоме, то как раз такая история. Те времена, когда были какие-то там хорошие уровни доходности, когда был пустой рынок, когда народ только что поднял голову от дефицита и вдруг увидел большой, красивый, светлый магазин. Они давно прошли. Есть куча конкурентов, есть куча сетей. Падает покупательная способность населения, доходы реальные не растут, а цены закупочные растут, и налоги повышаются, и таможенные пошлины, и ЖКХ растет, из-за электричества ты больше платишь, и бензин подорожал и так далее. То есть ты находишься в таких виллах, что твои затраты непрерывно растут, в том числе за счет того, что там часть продукции импортная, часть с импортными комплектующими. Повторюсь, вся обслуживающая фигня от электричества до бензина все выросло, налоги поднялись. Есть какие-то транспортные сборы, там еще что-то, черта в ступе. А с другой стороны, у тебя люди, которые все равно не могут платить больше. И максимум ты можешь себе позволить поднимать цену примерно на уровне инфляции, хотя понятно, что цена образования конкурентная. То есть все смотрят друг на друга, настроены огромные системы мониторинга через интернет, роботы ходят по сайтам, смотрят, какие конкуренты в какие цены, считают свои формулы. Цена отдела сейчас существует в компании. Ну, естественно, огромная, да. Она садилась на образование, есть довольно большой. Вот. Но ты находишься в этих виллах, где у тебя снизу все время поджимает, а сверху не дает расти. Вот. И на самом деле это ежедневная операционка. То есть ты смотришь, где можно сократить какое-нибудь лишнее телодвижение какого-нибудь сотрудника, где можно выкинуть одну лишнюю бумажку, где мы сейчас напишем прогу, которая соптимизирует рабочее время, там, не знаю, как раз какого-нибудь мониторщика или специалиста по ценообразованию, где мы сейчас что-нибудь автоматизируем, где мы введем электронный документ и оборот, где мы придумаем какую-нибудь новую супер-супер креативную рекламу, чтобы за нее больше не платить. Потому что медиаинфляция каждый год тоже реклама растет, растет, растет в цене. Чтобы она сама разошлась, там, еще что-нибудь. И вот это вот постоянная история, там, за исключением того, что есть еще там большой блок развития, стройка, инвестпроекты, там, еще что-то. Ну, текущее ежедневное управление бизнесом, а я больше в нем нахожусь. Это постоянная, непрерывная, тоскливая оптимизация всех процессов, чтобы сократить свои затраты и немножечко заработать денег для себя. Это же действительно так тоскливо. Нет, это, если подходить к этому с душой, то это очень интересно. Ну, в части рекламы это точно смешно, а в части оптимизации, ну, нет, это надо любить, это вот ковыряться там. О, нифига себе, как круто, у нас до сих пор действует инструкция 2007 года, опирающаяся на постановление Минфина 1994 года. Вау, давайте ее отменим. И сразу раз, минус две бумажки ненужных, которые мы заставляли там делать людей, супер. Государство в процессе, каким образом, как ты вообще оценила бы роль государства в современном бизнесе, вот именно в твоем сегменте, потому что мы сейчас уже не говорим там про трубу и мы не говорим про ларьки, мы говорим вот про людей такого среднего формата. Это же тоже очень сильно от отрасли зависит. Вот, мы абсолютно счастливы тем, что роль государства в нашей жизни ограничивается исключительно созданием, так сказать, некоего инвестиционного климата, каждый может оценивать его по-своему. То есть государство принимает законы, новые правила, просылает к нам проверяющие конторы, выписывает штрафы, предписания, мы ему отвечаем, мы с ним судимся, мы платим монологи, вот, оно создает нам светлое будущее, и на этом его влияние заканчивается. То есть мы существуем просто в некой среде у нас, потому что нет ни годзаказов, ни прямых взаимодействий. Максимум, какие взаимодействия у нас бывают с государством, это получение разрешения на строительство или прохождение проверок разных контролирующих органов, которые к нам приходят, и мы этому несказанно рады, вот, потому что у нас розничный бизнес, мы работаем с обычными людьми, вот, мы не пилили старые заводы, не добывали общественные недра, и это, конечно, очень здорово, это хорошо. Ну, всё-таки оно больше помогает, мешает, или ты не замечаешь этого? Есть отрасли, где как бы считается, что государство помогает, ну, и действительно, наверное, помогает, где люди, ну, как помогают, где люди там могут выторгивать себе какие-то субсидии, преференции, ещё там что-то и так далее. Мы этим не занимаемся, нам лучше всего, когда нас просто не трогают. Ну, оно постоянно трогает, насколько я знаю. Конечно, трогает, поэтому есть целый юридический департамент, который отвечает за эти, так сказать, потрагивания. Это петинг. Да-да-да-да, к сожалению, этот петинг отнимает ещё там 15-30 процентов рабочего времени генерального директора, который мог бы потратить его на что-то более созидательное. Смотрите «Игру престолов», в конце концов. В конце концов, да, потому что мы единовременно находимся в судах, ну, там, с десятками разных проверяющих органов. Ну, например, допустим, водоканал. Когда мы строили магазины, были нормы ПДК, предельно допустимые концентрации, там, всякой фигни и так далее. Но, в общем, мы никогда их не нарушали, потому что у нас ни производства, у нас нет грязных отходов, у нас ничего нет. Мы привезли товар, продали товар, но максимум, да, люди подписывали, простите за мой французский, да, там, ну, и там, ладно, уборщицу пол помыла, немножечко там стекло, туда мыльные водички. Вот. Но у нас же есть парковки, а на парковках есть машинки, а на машинках есть следы масла, всего прочего добра и так далее. И много лет всё это в ПДК помещалось. А потом вдруг они решили, а чё, фигли, давайте поменяем ПДК. И что теперь? Они всегда приезжают к нам после дождя. Только после дождя, потому что им надо, чтобы это всё в канализацию смыло. Ну, потому что если они приедут в сухую погоду, у нас там будет всё чисто, потому что с машин ничего не натекло. А вот они приезжают после дождя, когда с машин на парковке натекло, меряют парковку и выкатывают нам штраф. Постоянно. Мы ничего не можем с этим сделать. Мы с ними судимся, иногда платим, иногда выигрываем и так далее. И таких историй миллион, то есть целенаправленно. Или со снегом в этом году, вообще прекрасно. Но все мы видели, что творилось у нас с дорогами в этом году. Естественно, торговые центры, к коим мы можем тоже себе отнести, там или большой гипермаркет, мы, естественно, вокруг себя убирали всё. Мы и своё убирали, и чужое убирали, чтобы люди могли к нам подъехать, встать и так далее. У нас есть норма, по-моему, готишная, что при складировании снега высота сугроба не должна быть больше одного метра. Что они делают? Мы вылизываем свою парковку, соседнюю дорогу, мы пытаемся как-то это всё сложить с сугробами меньше одного метра. Ну, ты же сам видел в интернетах все вот эти вот снежные горы. Как ты догадываешься, фирма, с которой у нас, естественно, заключён договор, потому что это сертифицированная организация, которая должна вывести этот снег на специальный полигон, там проскладировать и так далее. Естественно, она к нам не может доехать три дня, ну, потому что нереально. Мы такие не одни. И мы этот снег как-то разгребаем, складываем, уже прессуем эти сугробы, чтобы они не больше метра были. Чуть больше метра. Раз, и соседить его забору, сразу готи. Щёлк, щёлк, щёлк. Суд, твою ж мать. И так по каждому пункту. Они сидят в засаде и всё время ждут, как бы, чем бы ещё нас порадовать. Вот мы с ними всегда честно судимся. И повторюсь, в связи с тем, что все знают, что мы всё равно будем судиться, нас, возможно, даже прессуют меньше, чем других. Хотя, ну, на самом деле, прессуют, ты же тоже сам понимаешь, да? Там, не знаю, за какую-нибудь неправильно размещенную рекламу условно будут прессовать не человека, который плитка, цемент, ремонт повесил, значит, картонку на светофоре от тех, у кого есть деньги. Ну, поэтому, естественно, к нам всегда приходят. Понятное место, есть, понятно, к кому идти. Всегда можно поискать, то что оштрафовать. Можно как бы просто на обум написать. Вдруг проканает. Вдруг захотят договориться. Мы никогда не захотим договариваться. Поэтому много отбиваем претензий. Есть люди, которые считают, рассматривают таких, как ты, погаными кровопийцами, которые пьют кровь несчастных работников, которые работают на тебя. Потому что эти работники, на самом деле, должны, как в Советском Союзе, ну, или как планировалось в Советском Союзе, но не произошло в итоге, быть сопричастным к дележу прибыли. Ну, строго говоря, они и должны быть. Ну, представь себе, допустим, мы продали, не знаю, монетаз за 5 тысяч рублей, например. Мы с него заплатили тысячи рублей НДС государству. Мы заработали, допустим, на нем, не знаю, 500 рублей прибыли. Мы с этого еще заплатили 100 рублей государству налога на прибыль. Мы выплатили людям зарплату, ну, допустим, 2 тысячи рублей. С этой зарплатой как бы люди, но на самом деле мы за них, потому что мы им начислили не 2 тысячи рублей, а 1 640 рублей, да, и еще там 360 рублей, не 360, 260, 270, 260 рублей, и мы за них заплатили НДФЛ в казну. Мы заплатили за них страховой взнос в социальные фонды, в пенсионный фонд и так далее. С каждых там 100 рублей или там 10 тысяч рублей, которые получает человек, мы 30 рублей платим в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования, и 13% платим подоходного налога. Мы все отдали? С них спрашивайте. Мы содержим этот медицинский фонд, мы содержим этот пенсионный фонд, это же все платят там вот это вот самые там как раз предприниматели, бизнес и так далее. на самом деле я бы совершенно не отказалась, вот прямо это даже вот моя мечта. Вот давайте сделаем так, что, допустим, человек у меня получает там 50 тысяч. Хочешь, я предугадаю? Ты отдаешь ему деньги, а дальше он занимается всем сам. Да, не всем сам, нет. А дальше он сам отдает эти деньги государству, и тогда он будет понимать, с кого спрашивают. Ну, допустим, не знаю, допустим, человек заработал там, не знаю, ну сколько там, 100 тысяч рублей, простая цифра, проще на ней, значит, непонятно, что не у всех такая зарплата, но вот допустим. Хорошая зарплата. Нет, на самом деле, если туда вернуть все эти НДФЛ и прочее. Нет, 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 допустим, будем считать, что зарплата в базе 100 тысяч рублей на численная заработная плата. Вот сейчас, если человек зарабатывает 100 тысяч рублей, я ему заплачу 87, а потрачу 130. Это еще без учета НДС. Вот. Давайте я отдам 130. На, мужик, бери 130, на. Потом возьми эти 30, которые пенсионка, медицинка и так далее, возьми эти 13, которые НДФЛ, отнеси их в кассу, значит, налогового органа и пенсионного фонда Российской Федерации. Потом приди в поликлинику, спроси, почему у тебя вот именно такой рентген, почему тебя именно так обслуживают, почему тебе там в каких-то там социальных организациях тетки хамят, почему ты пришел в без 15,6, они уже в сапогах и уходят. Спроси с них. Почему с нас? Мы все отдали. Вопрос второй, но считается, что вы все равно очень много зарабатываете, и вот то, что вы зарабатываете, это так много, что... Что мы даже много отдаем на благотворительность. Хотя этим тоже должны были заниматься за те деньги, которые мы до этого уже отдали. Ну, а иначе... Не, ну, простите. Хорошо, а у нас тоже должна быть какая-то мотивация, но мы же не просто так работаем-то. Нам же хочется... Вы должны... Хочется денег и хорошей жизни. Ах ты, сволочь такая. А кому не хочется? Вы кажете, какая-то... Нет, коммунистам не хочется. Коммунисты за... Потому что они потеряли надежду, что это получат. Была бы надежда, что получат, тут же бы захотелось. Давай представим ситуацию. Ну, на секундочку. Ну, вдруг. И, соответственно, чтобы вот так вот, значит, тратя нервы и здоровье на все эти разборки, получая неприятные эмоции, работая по 16 часов в суток и так далее, вламывать. Ну, если ты не понимаешь, что ты при этом зарабатываешь что-то для себя, ты не будешь этого делать. Ну, это логично. И будут сплошные любовские вокруг, как бы. Вау, клево. Это логично, но, опять-таки, не для всех. Повторюсь, мы зарабатываем на всех. Вот у нас, если взять... Если попытаться объяснить, что такое добавленная стоимость, да, то есть у тебя есть там... Да-да-да, это ключевой момент во всей этой мактической херне. Торговля, очень просто. Ты купил какую-то штуку там за 100 рублей, условно, продал ее там за 120 рублей, например, или за 150, допустим. И вот у тебя образовались эти 50 рублей. Это так называемая добавленная стоимость. Ну, мы сейчас абстрагируемся от того, что ты еще здание построил, у тебя там амортизация и так далее. Ну, вот берем вот чистое добавленное стоимость, делится на три части. Это зарплата рабочих, плата государству и то, что остается тебе. Там остается меньше третий. Родине и рабочим мы платим больше. А вот, допустим, вот еще, знаешь, вот есть вот эти все популярные истории. Я все время даже представляю вот этих людей, которые об этом пишут, и потом представляю, как они, ну, допустим, это осуществляют, и крайне умиляюсь. Социальная революция. Вот приходят... Не-не-не. Спокойно, спокойно. Я уже через все это прошел. Я уже так не делаю. Хорошо. Я представляю себе, люди недовольны государственной политикой, но бьют витрины магазинов. Да, 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 это всегда так, да. Да, но... Не-не-не-не, на это тебе возразят, через это я тоже проходил, что на самом деле нет, все будет не так, как тогда, ни Шарикова, нет. А вот, значит, захватывают, ну, да, оказывается, все будет не так. Ага, супер. Да, все будет не так. Я, как это, с трудом могу уговорить 200 образованных высокоинтеллектуальных людей в офисе делать то, что мы договаривались, то, что нужно, и то, что прописано в их должностных инструкциях. Я боюсь спросить, как они массами народными будут управлять, что все будет не так? Ну, народные массы каким-то мифическим для меня образом сама как-то образуются, сама организуются. Расхатят крови, грабежа. А самое главное, когда они увидят, что, вот, Вася, смотрите, отжал ларек, да, а потом Петя отжал завод. Ну, так а вот тут есть что-то посередине Максидом, например. Это же круто, надо что же отжать? Ну, и что с ним, простите, они будут делать? Вот, ключевой вопрос. Это вот как, это же было еще у Булгакова, пусть швондеры оперируют. Вот что они будут делать? Я поеду в Сочи, а швондер пусть оперирует. Что он там наоперирует? Вот что он там наоперирует, вот в этом вопрос. Это очень сложные, высокотехнологичные процессы, где нужно знать, простите, каждую деталь. Это как, ну, не буду аналогии проводить. Короче, смысл в том, что вот в левой среде сейчас очень популярна мысль, что капитализм – это зло, а вот там все, что было там, плановая экономика, вот это все, вот это добро, благо и так далее. И нам надо ориентироваться вот на это и вообще на то, что Маркс прописал в своих прекрасных трудах, а не на реалии современности. Я не понимаю, как это возможно технологически. Объясню сейчас, почему. Они понимают. Нет, они тоже не понимают. Нет, я знаю, что они не понимают, но они делают вид, что они понимают. Это вся телега ехала на энтузиазме и пропаганде. Вот. А сейчас в связи с развитием современных технологий и с отмиранием классических средств массовой информации в пользу различных блогов, телеграм-каналов и так далее, контроль информации в таком виде невозможен. Даже в Китае, потому что всегда будет ВПН, и Цукерберг пришлет, блин, дрона, который раздает вай-фай во все стороны. Когда вы будете его сбивать, он будет отстреливаться. Ну, я утрирую. Ну, в общем, общество дошло до такого информационного состояния, когда вот именно такая вот жесткая пропаганда становится менее-менее-менее возможно. Возможно, у нас еще, да, есть то поколение, которое еще живет в этой парадигме, которое может даже телевизор посмотреть. Я даже не знаю, где у него кнопка находится теперь. Но они могут посмотреть там Соловьева глубокоуважаемого, там еще что-то там и так далее. РЕН-ТВ есть очень хороший телеканал. Я уже забыла, как они все называются. Неважно. Он просто любит мои сюжеты использовать. Да, и получит, соответственно, некий набор правильных ценностей, которые будут двигать их к светлому будущему. И вместе они пойдут делать там пятилетку в три года, строить БАМ, там еще что-то и так далее. Но для всех людей, которые там, не знаю, условно младше, ну, хорошо, не для всех. Наверняка там есть какие-то люди, которые сейчас меня смотрят, которые младше 35 лет и думают не так. Но большей частью для людей, которые младше уже определенного там 30-40-летнего возраста, существует у каждого свой личный пул информационных каналов. То есть и у коммунистов, и у либералов и так далее. У каждого, с вами, он свой пул телевизионных каналов. Невозможно оттуда сверху с кнопки поменять их мировоззрение. Все, они смотрят что-то свое уже. И невозможно будет заставить их ходить с троем. Ну, как бы... Только в рамках малых групп. Вот футбольные фанаты так круто организованы на стадионе. Я когда на футбольный матч прихожу, я больше половины матча смотрю на вираж. Они идеально организованы. У них есть самые главные. Под ним еще несколько подглавных, которые спиной к матчу стоят. У них есть какие-то условные команды. Они начинают то одно кричать, то так руками махать, то так шарфиками и так далее. Это очень клево. Но только в малых группах. В рамках страны мы такое уже не сделаем. Это просто невозможно технологически. Мне в этой связи кажется, что Советский Союз был обречен за интернет. Ну, вот я так не... Я был too much smoke, когда оно это самое развалилось. Ну, какой там был интернет в 91-м году? Ну, я имею в виду, что... Ты имеешь в виду, что если бы не тогда, то один фиг бы потом. Да, да. Ну, так подожди. Сейчас мы еще посмотрим, что с российской... Я на самом деле... Я очень люблю нашу большую страну. Я даже сейчас мои там либеральные друзья меня будут, значит, закидывать вонючими тряпками. Почему ты до сих пор не лаун, Даня? Я даже считаю, что Крым наш. Ой, все, закрываем лаун. Ну, я тоже считаю, что Крым наш и вообще считаю... Ну, потому что я там людей знаю. Крым принадлежит... Крым, он людей, которые там живут. А люди, которые там живут, считают, что они русские. Значит, это вот так. И с этим ничего не сделать. Вот. И не надо даже пытаться. Но это такая острая тема. По лезвию. Обойдем ее. По лезвию ходишь. И, Вашенька, по лезвию прилетит. Да, причем не понравится ни тем, кто со мной согласен, ни тем, кто против. Потому что тем, кто со мной согласен, не понравится моя личность. И тем, кто со мной не согласен, не понравится моя позиция. Вот по поводу... Ну, вот все, что ты сказала, я тоже прекрасно понимаю. Потому что... Я не знаю, кстати, на что ты вообще как раз смотришь будущее. Я смотрю будущее исключительно через призму личности Владимира Владимировича. Так, вот давайте перейдем лучше к Крыму. Хорошо, все. Ладно, нет, мы даже Крым забудем. Окей, смотри. по поводу информации. Вот ты проработала довольно долгое время в разных информационных потоках и так далее. Я вот ещё очень много лет назад на одной интернет-конференции высказал такое мнение, сугубо моё личное, субъективное, что журналистика всё. И мне тоже за это очень много прилетело, но у меня были определённые аргументы и так далее. Я тоже такое высказывала. И ты тоже такое высказывала. Но есть нюансы. Давай поговорим про эти нюансы и почему ты считаешь, что журналистика всё и какие нюансы? Я считаю, что журналистика всё в виде некой сложившейся иерархической структуры различных видов средств массовой информации. Вот есть телевизор, это самая крутая журналистика. Под ней есть, не знаю, какие-нибудь крутые аналитические газеты. Там же существует развлекательная журналистика, которая есть с тем, что журналистика. Это уже просто медиа, всякие развлекательные радиостанции, ещё что-то и так далее. Они как бы живут в своей среде. Про них даже можно вообще отложить. Когда возьмём новостную аналитическую журналистику. Раньше у людей была этика и совесть. Даже я ходил на разные мастер-классы, семинары, тренинги в Институт развития пресса на Невском проспекте, где меня этому обучали. Да. Тебя учили обязательно проверять информацию, слушать мнения разных сторон и так далее, доносить там что-то. Стараться вырабатывать объективные партнеры, освещения информации. Всегда перевернуть разными источниками информации, давать право высказаться. Да, да, да. Всем сторонам истории там или конфликта, да. И когда за это не били, люди с удовольствием им это делали, потому что на самом деле любой человек в душе своей хороший и стремится к прекрасному. Когда за то, что... Ну, у нас же был какой-то там всплеск, был период прям действительно такой свободы прессы, когда можно было прям всё писать. Да, это нулевые примерно. Да, примерно там, да, около того. Вот. И тогда действительно в журналистике был расцвет, людям было интересно, они искали эти темы, они действительно старались объективно осветить и читали то, что было там интересно и круто, и уважение среди коллег и так далее. Потом история чуть-чуть поменялась, стало вот здесь чуть-чуть... Сначала стало просто кое-что нельзя, но это было ещё не самое болезненное, потому что всегда можно было найти как можно. А вот когда кое-что нельзя переросло в «а теперь сделайте вот это», часть людей, которые не смогли с этим работать, поменяли профессию, безусловно, я бы сказала, что всё-таки это были не худшие коллеги по цеху. Часть людей, которые решили, что ладно, я больше ничего не умею, у меня трое детей и ипотека, они стали делать то, что сказано. Вот, и всё. И, соответственно, но если вот эта вот классическая, именно смешная история, будем считать, что померла, как бы баба с его закобыли легче, у нас же формируются новые меди. Да, блогерство и всё такое. Блогерство мне, конечно, не очень нравится, имеется в виду такое непрофессиональное, потому что как раз это вот та самая история, когда теперь нам всех детей с первого класса нужно будет учить работать с информацией хоть как-нибудь, а уже даже корректных источников нет. Понимаешь, раньше ты знаешь, что если вот информация какая-то тебе кажется не очень достоверной, зайдёшь там, не знаю, на сайт газеты ведомости или коммерсанты, словно, перепроверишь, и ты знаешь, что они с информацией работали, как бы у них там всё корректно. Или там Фонтанка.ру тоже довольно хорошо работает с информацией. Ну, я сейчас про деловые говорил, если там про обычные, то когда постепенно, значит, эта профессиональная журналистика будет отмирать, у нас будет 158 тысяч мнений разных людей на одну и ту же тему, которые опираются исключительно на их личные представления, представления соседа, его кошки и их общей бабушки. И которые обсуждают события, на местах которых они не были. Не были, совершенно верно. Но они хотят высказать своё мнение, и их мнение... Здравствуйте, я свидетель, а что случилось? Нет. Вот. Ну, я оптимист. Я думаю, что постепенно как-то это всё всё равно сформируется в нужную сторону. Непонятно, каким образом. Потому что, по идее, у людей должно возникнуть некое отторжение к этому сознательное, но чтобы оно возникло... Нужно понять, что это лажа. Да, нужно понять, что это лажа. А как ты поймёшь, что это лажа? Когда ты сам столкнёшься... Ну, там... Вот я же пытаюсь тоже ориентироваться во всех... Там, не знаю, условно. Телеграм-каналы. Подписываешься на несколько телеграм-каналов. Они публикуют там какие-то новости, сливы, ещё что-то. Вот. У меня было пара телеграм-каналов, которые я читала с большим интересом. А потом, наткнувшись на три новости о событиях, которые я знаю подробнее, вот, я отключила эти каналы. Но это я. С информацией меня долго учили работать. Ты уникальная, понимаешь? Спасибо. Нет, нет. Это даже не комплимент. Это просто, ну, понятно. Даже из перечисленных просто регалий из того, чем ты занимался и занимаешься, это уже понятно. Потому что не так много людей в нашей стране найдётся, которые вот, ну, могут хотя бы совмещать бизнес и преподавание. Ну, хотя бы. Я же молчу про твой бэкграунд и прочее. Вообще, мы с Машей начинали в своё время в одной газете, и она вообще писала про секс. Ну, не только. Я совмещала его с молодёжной политикой. Слушай, я так себя корю. Я хотел у меня шамана со старыми газетами. Я хотел принести, показать, там, вот обложку где-то там с кастрюлей салата сидишь. Это когда нас планёрка в бане по бартеру была. Да, да, да. Кастрюля оливье. Мы разместили рекламу в бане и пошли туда, да, планёрку проводить. Было и такое. Было время очень весёлое. Да. Окей. Вопрос уже совершенно из другой области. Вот ты ведёшь такой напряжённый образ жизни и так далее. А как ты вообще восстанавливаешься? Как ты расслабляешься? Что даёт тебе дополнительные силы? Ну, можно говорить банальные вещи, как обычно. Там семья, там ещё что-то. Ну, конечно, друг друга. Да, кстати, скажи, что у тебя есть дети. Ещё дополнительно ко всему. Кроме того. Да. Друзья – хорошая компания. Хочу сказать, что вот Марии Евневич нужно поставить Инстаграм-памятник. Я не видел ни одной фотографии твоего ребёнка где-нибудь. Вырастут, сами выложат, если захотят. Вот. Не, ну просто же есть вот это вот «я же мать», как бы, и там это. А ещё есть «я же отец». Ой. У Марии Евневича, несмотря на то, что это Труи же, да, никогда ни одной фоточки. Вот, мне кажется, из всех, кто их уникальности, это самое уникальное, потому что это большая редкость в наше время. Ну, я бы сказала… Нет, я тогда сейчас не люблю гадости говорить про мамашу. Мне и так есть что выложить. Остановься на этом. Да. Хорошо. Ну, давай тогда хорошо, ладно, безотносительно всего прочего. Это тоже вопрос из области глубокой интеллектуальной сферы, конечно же, но тем не менее. Вот прогнозы на будущее какие-то. Ты вообще, ну, не знаю, сама себя даёшь. Вот кем ты видишь себя или страну через 10 лет, через 15 лет? Слушай. Ну, хорошо. Или либо видишь, либо хотелось бы видеть. Ну, можем так тогда. Если первый вопрос слишком-слишком, то, может быть, второй. Я могу так сказать. У нас в семье никто никуда уезжать не хочет. Во-первых, там скучно. Во-вторых, мы там никому не нужны. Но у нас в семье были люди, например, которые там были очень нужны. Моему деду покойному, который там академик и один был из ведущих математиков мира, когда ещё был живой, получил там азиатскую Нобелевку, потому что обычным математикам не дают. Там тоже миллион долларов и так далее. Напомню, как она называется. Примешал. Примешал, да. Это вот этот аналог же для математиков. Ну, она такая же по сумме. Её дают китайцы математикам, потому что Нобелев математиков обошёл внимание, потому что от него жена с математиком сбежала, поэтому Нобелевку математикам не дают. Ну, не суть. Это лирическое отступление. Мы предлагали возглавлять различные там ведущие университеты там Америки, Швейцарии, Франции и так далее. Он не уехал. В шутку, когда его спрашиваешь, почему он не уехал, он говорит, что мы с супругой очень любим собирать грибы. Говорил, да. И Анне Михайловне Принстонский лес не понравился. Вот. Но мы любим эту страну. Здесь хорошо. И я боюсь строить прогнозы. Я могу просто сказать, что категорически не хочется никуда отсюда уезжать. Вот. Если только не дойдёт наша, так сказать, движение прекрасное, которое в последнее время продолжается до такого момента, когда появится риск для личной безопасности. Вот когда вот это вот, если вот социальная революция, ну, тогда придётся закрыть свою квартиру, уехать в Сочи и пусть Швендер оперирует. А тьфу-тьфу-тьфу, пока всё более-менее ровненько. Где-то местами чуть хуже, где-то местами чуть лучше. Вот мы тут уже думали, что совсем всё каранты, а тут вдруг внезапно несколько судов выиграли у Родины. Даже удивились. Нет, мы-то знаем, что мы правы. Но в последнее время это выглядело как... Отдаёте ли вы себе отчёт, представитель бизнеса, что когда вы судитесь с Комитетом по имущественным отношениям Санкт-Петербурга, вы наносите ущерб бюджету города. А правы-то мы. Вот. Несколько лет было прямо вот так вот, прямо в суде. Вот. Причём это не судья говорил. Судья сам офигевал, потому что это, говорю, представитель государственного органа. А тут мы вдруг бах, и у пары государственных органов выиграли суды. И, знаешь, как-то сразу полегчал, думаешь, а может быть, это ещё не конец, может быть, в этой трубе есть в конце свет, и всё время ты ищешь для себя вот эти моменты, которые позволяют тебе работать дальше. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте хотелось бы закончить. От себя хочу добавить, что принцип «хочешь научить другого научиться сам научить другого». Я как раз вот, когда в других городах начал водить экскурсию, я именно его и использовал. То есть, я другие города постигал таким образом. И до сих пор продолжаю это делать. В Москве идут экскурсии, в Петербурге. Идёт набор экскурсионных групп «Берлин» и «Париж». Если вам интересно, пишите. Мне, пожалуйста, на электрон адрес, который я укажу вот там, и ссылки на мою группу ВКонтакте есть тоже там. Приходите в «Максидом». Да, пожалуйста. В июне будет двойная скидка. В июне будет двойная скидка. Да. Теперь вы вот видели одно из олицетворений этой компании. Оставляйте ваши комментарии, пишите вопросы. Возможно, наиболее интересные, не идиотские, а интересные, я попрошу Марию дополнительно ответить и каким-то образом донести эту информацию до прекрасной аудитории. На этом всё. А если вам захочется побить на витрины, лучше напишите мне гадости в Инстаграме. Я всегда говорю, что вот когда мне там говорят, вот Павел, а как вот вы позволяете вот этим людям вам там что-то писать? Я говорю, вот мой канал – это канал психологической разгрузки. Вот если кому-то хочется саморализоваться за мой счёт, пожалуйста, пусть лучше в интернете, чем офлайн. Совершенно верно. Кстати, может быть, социальная революция – это просто в интернете произойдёт? Нет, там она уже идёт. Там такие вот на диванах, они строчат вот прямо дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю-дю. Ну ладно, хорошо. Такими, главное, ники такие все американские. И аватарки иногда бывают американские. У меня в Нижний Новгород пришёл чувак, там затирал там за Маркса, за всё прочее, потом… А он его читал, боюсь спросить? Я уверен, что 95,6% марксистов всего Маркса не читали. Я абсолютно в этом уверен. Да ладно, всего-всего, это можно три стола подпереть со сломанными ножками, хотя бы открыть. Да, ну зачем открывать, когда есть умные люди, даже здесь на этом канале, которые им всё правильно расскажут. Вот, поэтому пишите, друзья. Да, так вот, этот чувак пришёл, там затирал, затирал, а потом выяснилось, что он работает в американской IT-компании. Я говорю, слушай, ну да, просто честно, а ты вот ну… Нет когнитивного диссонанса, да? Говорит, нет, я просто вот у них учусь, я тем навыкам, которые я буду против них потом использовать. А, ну у него хотя бы есть позиция, я видела лучше, стоят нодовцы напротив пятого канала, значит, с несанкционированным митингом, пять человек, у них плакаты, там, долой пятую колонну, там, мы в кольце врагов, там, и так далее, и так далее. Ну, и они, знаешь, из чего их достают? Из пакетиков Икея. Они пришли с плакатами, значит, давайте избавимся от загнивающего Запада в нашей жизни, достали их из пакетиков Икея. Ну, хорошо же. Да, прекрасно. Вот, ну, в общем, друзья мои, пишите, увидимся онлайн и оффлайн. Пока.